Посмотрим, каким образом можно изготовить простую вывеску в виде наклейки самоклеившейся пленки на обрезок композита. Для того, чтобы это сделать, нам нужно сделать кое-какие манипуляции, как физического плана, так и в программе для векторной графики. Обратим внимание на подготовку оригинального макета. У нас три информации взаимоисключающие. Первая информация – это номер телефона, вторая – это вид деятельности и третья – режим работы. Я демонстрирую, каким образом можно изменять шрифт, высоту шрифта каким образом можно изменять, толщину написания, высота шрифта таким образом меняется. Если высоты не хватает шрифта или нету нужной высоты, 200, например, 200 не хватает, его можно вбить вручную. И режим работы. Режим работы мы чуть облагородим, это чуть потом будет. Можно и талик сделать, шрифт поменять, толщину шрифта болт сделать, не болт. Вернемся к композитам. Ширина листа композита стандартная – 1250 мм. Поэтому ориентироваться будем на высоту вывески в таких пределах. Берем ширину 350 мм, высоту 1250 мм. Этого размера для наших целей будет достаточно. Чуть-чуть работаем над номером телефона. Для его большей читабельности добавим пробелы. Так будет номер лучше запоминаться и лучше читаться. И добавим скобки, как код города. В таком виде телефон будет смотреться намного лучше. Так его и оставим. Обратите внимание, как было и как стало. Видно явно улучшение и читабельность лучше. Так, вывеска, сама надпись «Нотариус». Обратим внимание на «Нотариус». Примерно сейчас выставим высоту надписи, такую, какую бы мы хотели видеть. Высота такая. И сделаем ее чуть больше. Высоту шрифта мы в пунктах выставить не сможем, ее нет. Поэтому просто вбиваем пункты вручную с помощью клавиш, с помощью клавиатуры. Теперь поработаем над режимом работы. Режим работы мы набираем в верхнем регистре, но в таком виде он не читается. Смотрится и покажет. Поэтому мы его чуть-чуть обработаем, для большей читабельности и для лучшего внешнего вида. выделяем его. И поменяем регистр. Сначала сделаем старшие заглавные. Первые буквы будут заглавные, остальные – прописные. И потом в некоторых словах изменим. Дальше. Внизу видно уже подготовленный макет, то, к чему мы будем стремиться. Сейчас я показываю, какими манипуляциями этого можно достичь. Делаем прописную. Тоже сделаем прописные. Я для образца показываю. Остальные сами уже сделайте. И теперь обратите внимание в верхний индекс. Мне так нравится время. Там могут быть не нули, там могут быть какие-то минуты. Но все равно так мне больше нравится. Следующая строчка, она уже подготовлена, как должно быть. И разделим эту строчку на три части. Разделять нужно логически, чтобы была как бы закончена информация в одной строчке. Чуть-чуть увеличим. Сейчас шли без искажения. Сейчас чуть-чуть нижние две строчки, чуть-чуть увеличим. Потому что разгруппируем и чуть-чуть потянем. Сильно не надо, чтобы не бросалось в глаза отличие. Мы непропорционально по ширине потянули, по высоте шрифт остался точно такой же. Все, готово. Обращаемся обратно к композиту. Разделим ее на зоны. Для лучшей читаемости вывески разделим логические зоны. Тут у нас будет находиться режим работы. И сверху будет находиться телефон. Вот тут один момент. Если вы не сильно разбираетесь в дизайне, пользуйтесь стандартными цифровыми заготовками, цифровым калькулятором. Есть так называемое золотое сечение. Вот если вы сомневаетесь, сделайте соотношение каких-то размеров в пропорциях золотого сечения. В данном случае верхняя зона к нижней относится в пропорции золотого сечения. Еще есть такая пропорция, как половина. Ширина буквы на нотариус будет половина занимаемого места. Вот опять расстояния, которые будут сверху снизу между зонами, они тоже соотносятся в соотношении золотой пропорции. Вот эти два промежутка относятся к верхней зоне тоже в соотношении пропорции золотого сечения. Это не панацея, это не закон, но если вы еще не профессиональный дизайнер и сомневаетесь, как лучше сделать, просто используйте математику. Выставляйте размеры, соотношение пропорций золотых. Это будет не хуже, чем если вы выставите без этого. Дизайнеры это чувствуют сами. Им такие цифровые манипуляции не нужны. Сейчас выставим. Вот эта зона у нас режима работы. Отцентруем. Есть такая опция в короле. Отцентровать. Отцентровать по высоте и по ширине. Это неудобная опция. Надо только два объекта выбирать. Выбираем шрифт и прямоугольник, по которому центруем. Есть. Все, с этим есть. Режим работы и телефон на центровом. Обратим теперь наш взор на нотариус. Нотариус можно написать двояко. Или таким образом, если повернуть его снизу вверх и вписать в существующее место. Такая вывеска тоже имеет место, имеет право на жизнь, но в данных пропорциях и в соотношении она смотрится не совсем. Поэтому мы будем писать вертикально, но чуть-чуть по-другому. Сейчас через Enter. Через Enter мы делаем вертикальную надпись. Тут есть один момент, который тоже надо отдельно остановиться. У нас есть буква У и буква С. Буква С круглая и буква У с большим хвостиком. Если выставить правильное расстояние, чтобы буква У не касалась, то буква С вот как здесь. Тогда получается очень большое расстояние между О и Т. Поэтому мы сделаем таким образом, чтобы были нормальные расстояния между остальными буквами, а У касается С. Но мы это сейчас исправим. Разделим по одной букве. И букву С чуть-чуть подвинем вручную ниже. Мы сейчас разделили расстояние шрифта. Сейчас, сейчас этот. То есть мы сами чуть-чуть подкорректировали шрифт. В таком виде будет лучше. Группируем. И таким же образом помещаем на выделенное уже место. Математически рассчитанное, без дизайна. Просто способом калькулятора. Дизайн с помощью калькулятора. Протянем чуть-чуть вниз. Все. Мы писали все наши значения в нужные прямоугольники, которые выделили в выделенное место. Теперь перекрасим вывеску правильные цвета. Как оно должно быть. У меня уже подготовлено. Сейчас продемонстрирую. Национальные цвета Украины. Синий, желтый. Одна проблема. Инвертируем. То есть нижний режим работы сделаем вывороткой. Не желтым на синим, а на берут. Синим на желтым. Для этого мы используем такую процедуру. Прорезаем букву и выбираем букву. То есть подрезка будет уже желтая, но так как она будет выбрана, останется плашка. То есть наклейка режима работы будет сделана по технологии как плашки. Чуть-чуть добавим ширину плашки, потому что она нужно потом завернуть будет. Вот такой файл мы отдаем на порезку. Покажем как она выглядит. Или сами режем на плотере или отдаем более профессионально продвинутой фирме, чтобы она уже подрезала. Мы забираем уже подрезку. Это зависит от уровня вашей фирмы, вашего производства. Если вы самостоятельно наделаете вывеску, то вы естественно отдаете на подрезку фирме, которая занимается этим. Вот что нужно для физического производства. Вот эти три инструмента более чем достаточно. Ножницы обыкновенные, ракет, лучше войлочный. И обычный канцелярский нож для разрезания бумаги. Это расходный материал, поэтому, слава богу, он достаточно дешево стоит. Можно себе позволить вот часто менять. Канцелярский нож. Еще понадобится монтажка, монтажная пленка. Вот подрезка. На желтой пленке уже подрезаны буквы. Продемонстрирую, как ее нужно выбрать правильно. Что делать с подрезкой. Чирина пленки обычно больше. Для плутера нужны технологические зазоры сзади, спереди и по бокам. Я не ленюсь, я отрезаю лишнюю пленку. Которая пустая, а некоторая не только обрезки. Потом это может понадобиться, когда там или брак, или буква какая-то улетит, или там поцарапается вывеска, чтобы подклеить. Обычно достаточно. Все. Покажу, как разбираю. Я не могу сказать, что я аккуратно разбираю. Лучше разбирать более аккуратно. Но опыт приличный, поэтому я не боюсь какая-то буква улетит. Если сомневайтесь, лучше сразу разрезать по надписям, пока она еще не разобрана. И разбирать аккуратно по одной и по две буквы не спеша. В момент разбора я стараюсь максимально согнуть пленку на 180 градусов. И смотрю, чтобы она в прорезанных местах, чтобы она правильно поднималась. Только эта пленка, которая не нужна. А та, которая нужна, я ее придерживаю. И она осталась на силиконовой подружке. Сейчас интересный момент. Там не получается. Я помогаю с помощью ножа. Я помогаю. Подрываю. Тут ничего военного нету. Любой человек с этой работой справится. Аккуратно, всепетильно и не спеша. Видео в реальном масштабе времени, без искорения. Перед тем, как выбрасывать, лучше посмотреть на подрезку. Все ли правильно выбралось, не захватили ли лишние части. Сейчас я разрезаю по надписям. Не клеится все равно будет по отдельности. Тоже с помощью ножа. Поддеваю ножом и дальше кратно убираю. Пока буквы большие, это не сложно. Сложнее маленькие буквы разбираю. Как раз хороший пример. На вывеске существуют как большие, относительно буквы. Как средние, которые легко разбираются. Так и очень маленькие элементы. Которые разбираются сложно. И приступаем к разбору режима работы. Маленькие буквы. Ножом я упираюсь прямо в саму букву. И чуть-чуть его пытаюсь сдвинуть. Потом захватываю уже заклеевой слой. Так-то проще. Сначала упираюсь прямо в один из концов буквы. И пытаюсь его сдвинуть, чтобы она сложилась. Именно буквы. Я не попадаю в край. Я не пытаюсь попасть в фрез плотера. Буква сама вылетела. Сейчас крупнее, будет лучше видно. Вот это нолики мелкие. Я прямо разрезаю нолик. Пытаюсь разрезать и аккуратно снимаю этот нолик. Это самые мелкие детали. Пальцами придерживаю, чтобы та часть, которая нужна, внутренность нолика, чтобы она не вылетела. Вот как раз, когда вылетают такие внутренности, для того, чтобы ее не перерезать на плотере, вот те обрезки, которые мы сразу обрезали, с них можно аккуратно вырезать внутренность. Это сложно, но чем ездить, заказывать порезку внутренности, то лучше потратить очень больше времени и вырезать вручную. Старайтесь аккуратно разбирать и не выбрасывайте то, что вы выбираете сразу, пока не проверите всю подрезку. буквы полностью. Видно, что я пытаюсь повторить путь таким образом, чтобы один край буквы я поднимаю и пытаюсь как бы по кругу хорошо видно, особенно на буквах П, например. Ну, ничего сложного, со временем это получается достаточно быстро. Проверяем размер, у нас была обреза композитов, проверяем, чтобы высота соответствовала 1250, есть размест опада. это зажимы, с помощью которых я буду крепить линейку. Это сварочная тематика, используется в сварке для приваривания листов. Снизу выкладываю линейку, можно размечать, но не так удобнее. И сверху, 350 миллиметров выложили. Для резки у нас специально есть такой лист тройки металла. Почему тройки металла? Для того, чтобы любая линейка после определенного объема порезки, она становится неровной. Лучше использовать более толстый материал. можно заказать подрезку композита, там же, где вы его покупаете. Когда есть в наличии композит, ничего сложного, отрезаем. фиксируем. Теперь линейка никуда не сдвинется, можно линейку не держать. Одна сторона, и вторая точно такая же, сейчас я продемонстрирую. линейка жестко зафиксирована композитом, но не сдвинется. Берем тот же самый нож, что для разрезания бумаги. И поехали. Задача прорезать верхний слой алюминия композитного материала. Только верхний, этого будет достаточно. Не надо его насквозь прорезать, это лишнее. Сейчас тут не совсем удобно, камера, мне приходится левой рукой ездить, для того, чтобы было видно на камеру. как это делается. Там будет видно, вы почувствуете, когда прорезается алюминия и нож начинает идти в пластику. Все есть. Убираем зажимы. Убираем линейку. И разворачиваем таким образом, чтобы четко по ровной части, по краю стола шелось. Легким усилием. Дальше уже переломываем. Композит готов. Желательно проверять сразу перед подрезкой, какого цвета композит вы взяли. Снимаем защитную пленку. Подрезку, которую мы уже разобрали. Это просто для демонстрации помещается. На всякий случай. По нижний режим работаем. Здесь теперь лишнюю бумагу можно обрезать. подрезку. Продемонстрирую, каким образом я клею выборку. Особенность выборки в том, что все строчки между собой выставлены. И если одна строчка криво поклеена, то все остальные соответственно тоже будут криво поклеены. В данном случае у нас маленький размер этой подрезки. И маленькие расстояния. И от края, и справа, и слева. Поэтому, если подрезка уйдет даже на миллиметр, это может быть заметно. Сейчас отрезаю силиконовую бумагу снизу четко по размеру подрезки. Для того, чтобы видеть нижний край вывески. Это чтобы выставить по высоте. И теперь очень важно выставить не только по высоте, а еще по ширине, чтобы была отцентрована надпись. еще раз повторюсь, на таких размерах очень видно даже миллиметр наклона или миллиметр вправо-влево. Это будет заметно. Чем меньше размеры элемента, тем более точно нужно выставлять. еще один плюс плашки в том, что иногда любители, там, дети иногда это пытаются обрывать буквы. Буквы ему нравятся. Когда режим работы наклеены, такие маленькие буквы наклеены плашкой, даже если внутренности буквы оторвать, все равно возможно прочитать. Человек понимает, что там написано. Поэтому иногда плашка спасает, как бы, ну, не совсем, но она более вандалоустойчивая, чем обычная. С обычной маленькой буквы они легко обрываются. Сейчас я проверяю со всех сторон, чтобы она была ровно. Вложу две линейки. То есть это подготовка под поклейку. Сейчас я возьму монтажную пленку. Забыл сказать, еще нужна монтажная пленка. Мы используем многоразовую рывонную монтажку. Без подложки. МТ-95. Лучший ракаловский еще пока не пользовался. Многоразовая. Можно несколько раз использовать. Сейчас линейку убрал и прикатываю аккуратно. Сейчас главное, чтобы заломом не пошло. Не по монтажке, не по пленке. Чем более аккуратно сейчас прикатает, тем лучше будет качество поклейки потом. Еще раз проверяю размер, чтобы не ушло при поклее. Сейчас еще можно сдвинуть, если что-то пошло не так. Все хорошо. И сильно-сильно продавливаю, чтобы все внутренности выбрать. Теперь разбираю вот таким образом с обратной стороны. И сейчас желательно проверить, когда снимаете бумагу, чтобы ничего на бумаге не оставалось. И несколько раз просмотреть, правильно ли все написано. И все. Аккуратно, не спеша. Чтобы не было заломов. Вывеска простая. Ничего сложного нет. Я надеюсь, что после просмотра обычный человек не будет. А вот там тут не дольше будет. Технически это возможно. Так, теперь тут моменты. Я плашку заворачиваю на заднюю сторону. Это и для красоты, и для устойчивости. Чтобы не заламывались края. Погодные условия и дальше. Все, режим работы есть. Возвращаемся к надписи телефона. Ужасная сторона. Как раз хорошо. На одном вывеске разные технологии. Продемонстрирую, каким образом обычные буквы. Ну тут буквы побольше. Не так сложно клеить. Не так сложно выставлять. Когда выставляете такие надписи, желательно контролировать момент. Круглые буквы, все круглые буквы, они отличаются по размеру от ровных. Скажем, если взять цифру 8 и 0, они будут другого размера, чем цифра 7 и 4. Там от шрифта еще зависит. Но в основном, если вы выставляете в таких условиях, каждый миллиметр на счету, желательно выставлять или по ровным, или по круглым. Выбрать или две ровные буквы, например, 7 и 4, или взять две круглые, например, 0 и 9. Выставлять, чтобы был одинаковый размер. Монтажка. Ну, неудобно однажды, но нужно попросить кого-то подержать композит на бане. Кусочек композита маленький. Даже от ракеля плавает. В части ракета можно использовать обычную кредитную карточку, обмотанную в несколько слоев с облочной тканью. Не обязательно ракет покупать. Из одной вывески. Все. Снимаю опять телефонную бумагу я вверх ногами. То есть, когда монтажка дожит на вывеске. И сразу контролирую, чтобы никакие возможности не влетели вместе с вывеском. Все. Есть телефон. Теперь сама большая надпись на этой вывеске. Та же самая ситуация. Тут у нас есть ровные буквы, есть круглые. По ширине я выставляю по верхним хвостикам буквы У и по буквы Н. По высоте, если вы помните, мы выставляли, исходя из золотого сечения. Нужно этот размер или помнить, или выставлять визуально. Если у вас со вкусом все хорошо, то можно на математику не ориентироваться. Тут на этой вывеске хорошо видно, каким образом была разделена информация. То есть, основная информация написана вертикально, а дополнительная информация написана горизонтально. Человеческий глаз таким образом устроен, что он разделяет эти два процесса, два потока. И эта информация воспринимается как две разных информации. Еще, кроме всего прочего, мы телефон сделали желтым на синим, а режим работы синими на желтым. Соответственно, мы использовали все возможные варианты разделения потока информации. Это особенность мозга человека. Почему используем один цвет? Во-первых, это дешевле, чем использовать несколько цветов. Во-вторых, так сложнее сделать вывеску, чем весь ее. Доступно много цветов. И третье, эта вывеска смотрится намного более стильной, чем если бы тут было 8 разных цветов. Белый, красный, синий, желтый, зеленый. Сейчас я демонстрирую, каким образом можно поклеить длинную надпись. Это всегда неудобно, она сдвигается. Но для того, чтобы она не сдвигалась, мы фиксируем сначала снизу, а теперь мы фиксируем сбоку. То есть мы будем клеить двумя частями. Один из способов поклеить длинную надпись. На такой вывеске это не принципиально, но бывают вывески подлиннее. На них тоже можно использовать точно такой же, как на вывеске. Прежде того, что можно по одной букве клеить. Они сейчас зафиксированы, я не боюсь, что вниз куда-то уедет. Сейчас я вверх зафиксировал и спокойно докатал вверх. Сейчас я поднимаю, аккуратно, буква не приклеилась к монтажке. Еще раз повторяю. Главное полностью не оторвать. Убираем монтажку, подложку заворачиваем. Монтажка держится, она приклеена. Делательно протереть, чтобы мусора было поменьше. Чем меньше мусора, тем меньше покрышек. Сейчас я лаптем прибежу. Неудобно нам. Неснежная часть приклеена. Сейчас я специально продемонстрирую. В полную часть мы будем клеить с другого положения. Чтобы вы понимали, что это не принципиально наплеить. Сверху, внизу и вверху. Это неважно. Налоги тоже самое. Переворачиваем и убираем бумагу. Подтираем обязательно. Чтобы было видно, что мы выбираем. Смотрим, чтобы не осталось ничего на бумаге. Есть. Сейчас мы обратную сторону. Смотрим, что мы видим. Смотрим. Все, есть. Ображенная пленка, это специальная пленка. У нее достаточно усилие, чтобы снять пленку с филипулной бумаги. Достаточно, чтобы снять с материала, который я уже использовал. Вывеска практически готова. Еще пару операций. Можно их давать за прошивку. Так можно сделать любую вывеску. Вывеска для магазина, простенькая. В базаре, например, для киоска. Может быть абсолютно спокойно. Все изготовлено самостоятельно. Таким способом. Получается намного дешевле. Вот так она выглядит. Видно маленькие буквы. Хорошо читаемые. Все хорошо. Сейчас я продемонстрирую. Но этапно, как она. Красочная и аккуратная вывеска. Видно, заворачивались. Я помню. Видно, заворачивались. Я помню. Это строительный фен. Он сейчас. Я продуваю всю пленку. Проходу по поверхности. По клеевому слою. Она прогревается и быстрее прихватывается к поверхности. Стоит. Время полимеризации. Это. Время полимеризации. За время суток. Сейчас. Особенно такие слабые места. На соревках. Получаются. Таких выступок. Время полимеризации. Которые могут со временем на клеев. Их лучше сразу пройти кленом. Клен прогревает кленку. Насколько она хвостик плавится. Дает усадку. И хорошо прогревает поверхность. Но тоже надо не перестараться. Чтобы кленки-то не начали гореть. Поверхность. На клеевом. Строительная. Достаточно большая. Элемент культуры производства. На этом многие не обращают внимание. Намного приятнее заказчику. Принимать изделие. В упаковке. Можно было отдать вывеску без упаковки. Даже в такой. Импровизированной упаковке. Она смотрится. Наверное. Лучше. Люди понимают, что фирма их уважает. Это делается недолго. Это быстро. Делается недолго. Оценивается очень высоко. Простая вывеска. Для магазина. Своими руками. Клошечет. С summit утром. Остальные. 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 Для магазина.